Культпоход 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 Мы планировали на самом деле двумя такими большими концертами, которые долгожданные, я бы сказала, да, это ансамбли Александрова и ансамбли Россия, которые в нашем городе филармонии, на площадке филармонии состоятся в декабре. — Да, на самом деле в декабре у нас планируются такие два больших творческих коллектива с мировым именем. Это 10 декабря ансамбль песни и пляски имени Александрова и 12 декабря государственный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной. — Да, да. — Такая возможность еще в последующем купить билеты на Александровца, может быть, в последующие годы посмотрим. По поводу государственного ансамбля Россия, этот коллектив не первый раз приезжает к нам в Киров. — И не менее именитый. — Да, и не менее именитый, безусловно, но на нашей площадке он будет выступать впервые. Раньше он выступал в других, и в областном дворце народного творчества были концерты, и в дворце культуры Родины, и вот впервые. — Дмитрий Сергеевич Дмитриенко, наш земляк, к слову сказать, и художественный руководитель этого прекрасного прославленного коллектива, выступать будет на нашей сцене. — И с ним вместе приезжает прекрасная солистка Ирина Крутова, одна из ярчайших на сегодняшний день исполнительных старинных русских романсов. Сам лично, будучи дирижером, с ней сотрудничал. Прекрасная исполнительница, яркая и интересная, и в программе будут звучать произведения из репертуара и Людмила Зыкина, и Анна Герман, и Валентина Толкунова. И поэтому, так как у нас в преддверии День Матери, в эти выходные будет прекрасный подарок для всех мам сходить на столь прекрасный, замечательный концерт. К слову сказать, у нас осталось всего лишь 41 билет. — Да, я видел сегодня, кстати, совсем немного. — Поэтому, да, совсем немножко остается. Поэтому, уважаемые зрители, я еще раз хочу обратить внимание, что в Вятской филармонии идет рассадка 50%, и поэтому билеты, пожалуйста, покупайте заранее. — За будущее время. — Да, безусловно. — Сан Саныч, я вас немножечко, с вашего позволения, перебью. — Наконец-то. — Не хочется просто немножко все-таки похвастаться. — Да, от лица ансамбля уже 3 плюс 2, потому что с приездом ансамбля имени Языкиной у нас появляется уникальная возможность у нашего коллектива позаниматься самим Дмитрием Сергеевичем за день до концерта, 11 числа, он проведет с нами мастер-класс. — О! — Это здорово, мы с нетерпением ждем, стремимся получить новые знания и развитие. — Ну, открою еще небольшой такой секрет. Дело в том, что сейчас у нас в Вятской филармонии 9 творческих коллективов официально, и вот с 1 декабря русский концертный ансамбль 3 плюс 2 и Алексей Башев в его главе, значит, будет 10 творческим коллективом Вятской филармонии. То есть они официально вступают уже в нашу дружную семью, уже официально, да? Вот, и я очень поздравляю, молодые талантливые ребята, очень любят музыку, постоянно развиваются, и мы просто, ну, не могли поступить иначе, как именно взять их к нам уже под наше государственное крыло. — Понятно. Да, скажите, пожалуйста, а вот эта история с тем, что приезжают именитые какие-то, может быть, наши земляки или не наши земляки, и параллельно с концертом, на который приезжают, проводят еще какие-то мастер-классы для наших музыкантов, это насколько частая история? — Ну, это вообще нормальная практика. Это вообще нормальная практика, да, и мы стараемся сделать так, чтобы те музыканты, которые к нам приезжают, особенно если это наши земляки, договариваются о том, чтобы они поделились опытом. — Время нашли. — Да, время нашли, либо с нашими музыкантами поделились опытом, либо в те времена, когда нет пандемии, да, не было пандемии, то давали мастер-классы для наших, допустим, студентов, да, то есть в любом случае, когда ты смотришь, что происходит вокруг, вот, это тебя подталкивает для саморазвития. — Ну, вдохновляет. — Конечно, безусловно, безусловно. — Это необходимо, я бы даже сказал, потому что вот даже состоявшимся артистам просто здесь, внутри города, без выездов, вариться в собственном соку, это, конечно, всё равно немножко притормаживает, и обязательно надо общение с музыкантами из других городов и высокого класса, новый взгляд. — Ну, ну и в целом, конечно, да, чтобы жизнь кипела и какие-то новые появлялись какие-то там задачи, да, всё равно надо куда-то вперёд смотреть в развитии. Так, это два прямо вот больших таких декабрь. — Это самые такие, да, два крупных декабрьских мероприятия, кроме этого у нас 1 декабря приезжает прекрасная арт-группа «Хорус-Квартет» из города Перми, и совместно с Вятским оркестром русских народных инструментов имени Фёдора Ивановича Шаляпина мне будут давать прекрасный такой концерт. Тоже концерт перенес у нас с весны, это последний концерт оркестра, абонемента, оркестра русского народного инструмента, да, который мы должны отдать нашему замечательному, нашему дорогому зрителю. Поэтому всех приглашаем, будут популярные песни, романсы, итальянские мелодии, ну и, конечно же, любимые песни советских композиторов. Это будет 1 декабря в 18 часов в Большом зале Вятской филармонии. Ограничение 12+. Я помню про ограничение. — Да, я смотрела просто специально перед эфиром. Все мероприятия для взрослых, о которых мы сегодня говорим, они все 12+, возрастное ограничение, насколько я понимаю. А детские мероприятия, детские спектакли, о которых мы чуть попозже со Светланой будем говорить, да, они все 6+. — Да, 6+, есть даже 0+. — Так, простите, все хорошо, это не коронавирус. — Ну, немножко мне хочется еще рассказать про ноябрь, конец ноября. — Да, еще ведь ноябрь не закончился, и в ноябре тоже много событий. — Да, у нас буквально сегодня, через несколько часов состоится концерт солистки Вятской филармонии Ирины Беляевой, программа будет называться «Мелодии любви». — Вообще у нас ноябрь-декабрь все говорят о любви. — Да потому что, ну как? — Как-то хочется, видимо. — А чем согреться-то еще в такие дни? — Остается согреваться любовью, дорогие зрители, поэтому приходите к нам сегодня вечером, тоже в районе 20 билетов у нас буквально осталось, это будет в малом зале. — Кстати, должен сказать, что малые формы и вот именно малый зал приобретают популярность. На этой неделе у нас 4 мероприятия там проходят, то есть очень так интересно, вот 27-го, 29-го воскресенья концерты Ольги Ансыгиной и Константина Морозова. Дайте музыку, скорее музыка будет называться, программа «Советская эстрада», Людмила Синчина, Эдуард Хильб, песни этих прекрасных исполнителей прозвучат в исполнении наших солистов. 3-го декабря Константин Юдичев концерт дает также в малом зале. Ну, здесь песня была так у Джавы Сергея Никитина и Александра Вертинского. К слову сказать, буквально вчера мы отпраздновали юбилей заслуженной артистки России Галины Савиной. Вчера мы ее поздравляли, а 5-го декабря зрители смогут лично поздравить ее также в малом зале на концерте. И опять лучшие песни о любви. Все о любви. В Ветской филармонии все говорит о любви. И 8-го декабря я смотрю, маленькая ночная серенада. Замечательный наш камерный оркестр, дирижер Евгений Дробахин, солист Кирилл Запольский, Евгений Широкшин также подарят прекрасную музыку для всех наших зрителей. Вот, собственно говоря, такие вот глобальные мероприятия. Это ближайшие, да? Ближайшие мероприятия, да, на ближайшие буквально несколько дней. Кроме этого, мы готовим сейчас семейные просмотры наших музыкальных проектов. Ну и, конечно же, новогодние сказки, о которых нам уже расскажет Светлана Лапцева. Да, о которых Светлана будет рассказывать. Я только хотела спросить, вот, насколько я понимаю, Алексей, да, и ансамбль 3 плюс 2 в каком-то из концертов тоже принимает участие? А сегодня? А сегодня, да. Сегодняшним. Я вот не знаю, может быть, мы послушаем тогда сначала, а потом уже к сказкам перейдем. Ну да, моё чеховское ружьё тут уже висит. Так. Я, если честно, сейчас так и не готов был именно по сегодняшнему концерту что-то наиграть. Не обязательно, можно любое. Не обязательно из сегодняшнего. Да нет, я, кстати, наиграю это выступление, наверное, все знают. Это такая самая, наверное, одна из самых новогодних песен, которую все сразу... Угадайте, мелодию называется. Кстати, кстати, хорошие вопросы. Где-то на белом свете. Да, посложнее вопросы будут тоже. Я, наверное, сегодня больше даже не поиграю, а понаигрываю, по хулиганю, так побалуюсь немножко, с вашего позволения. Сегодня немножко в более непринуждённой атмосфере. Но вот моя игра будет связана с музыкальными вопросами. И я думаю, что если как раз мы к ним подойдём, я тогда что-нибудь и наиграю, и всё это будет связано со сказками. Давайте тогда музыку отложим до вопросов. Давайте тогда сначала про сказки. Да, «Авиадская филармония» в этом году планирует показы два новогодних спектакля. Это «Вовка в 3D-царстве» и «Три желания для Емели». «Вовка в 3D-царстве» у нас запущен уже был в том году и с успехом шёл, показал себя достойно, был спрос зрителей, были замечательные, хорошие отзывы. Поэтому в этом году мы решили повторить успех и закрепить его. Опять-таки в малом зале. «Три желания для Емели» — это новый спектакль, который готовит «Вятская филармония» в этом году совместно с русским концертным ансамблем «3 плюс 2» Алексеем Абашевым. Уже сейчас, судя по репетициям, можно сказать, что это будет что-то очень интересное, яркое и, я бы сказала, даже весёлое, потому что Новый год — это весёлый семейный праздник. Ну и кроме того, да, сейчас у нас такая обстановка текущая, психологически угнетающая. Нам нужно поддержать наш... Только не филармонии. Не филармонии, да. Мы хотим поддержать наших кировчан, да, и для того, чтобы у них проснулось новогоднее настроение, и они встретили Новый год в хорошем расположении духа, сделаем для этого всё возможное. И всё это, ещё раз повторюсь, под сопровождение русского концертного ансамбля «3 плюс 2», и это, скажем так, будет основной плюс спектакля «Три желания для Емели». Ну, кроме игры артистов, конечно же, ещё, принимают участие артисты вятской филармонии, артисты детского лектория. Приходите всей семьёй. Будет современно, молодёжно. Несмотря на то, что спектакль Емеля, да, кажется, что это что-то такое... Для детей, да, и 6 плюс возрастного получения. На самом деле не так. Есть ощущение, да, что там, ну, какие-то предусмотрены каноны, да, то есть это время действия происходит не в современное, в настоящее время, но переплетение с днём сегодняшним есть. Допустим, Емеля у нас не просто так сидит на печи, отдыхает, спит, а он у нас играет в компьютерные игрушки, да, берёт прямо джойстики, и вместе с котом они играют, сидя на печи. То есть идёт такое переплетение время. Слушайте, он не следит с неё никогда, я думаю. Да, и эту проблему мы ставим основной в нашем спектакле. И можно же сказать, да, что это проблема современной молодёжи, современных детей в том числе, и мы её будем решать. У Гульнара спросим, как у мамы, подростка, да, Гульнара, вот насколько актуальны проблемы? Ну, для нашей семьи абсолютно не актуальны, потому что к Емеле, вот такому Емеле, как был описан, мой сын не имеет отношения к счастью. У него все привязанности находятся в реальности, во внешнем мире. То есть это какая-то техника троллейбуса, это фотография, которой он увлекается, ему там зеркальную камеру. Но я судить, если могу, там по другим каким-то отзывам. Опять же, не делаю никакую большую генерализацию, не говоря, что это для всех характерно. Но я понимаю, что это вещь актуальная. И достаточно интересный ход, что вы актуализировали сказку через именно это решение. Потому что, наверное, первое, что напрашивается, когда ты думаешь, чем там можно заниматься на печи, чем Емеля там занимался, если так долго лежал. А он на печи лежит-то вообще? На печи с компьютером. Лежит на печи, да, лежит на печи, но это современная печь, конечно же, у которой есть уже и мотор, и поедет, когда он отправится на печи, она будет заводиться. Да, ну, она будет заводиться по-современному. То есть сказка вся, она более превращена в такую современную вариацию, скажем так, переплетение современности с прошлым. Я думаю, что детям это будет действительно интересно. Такая эклектика небольшая получается. Мы, конечно, с этим не перебарщиваем. То есть это только элементы, скажем так. Интересно будет как детям, так и взрослым. Но ещё должен заметить, что на сцене будет и действие происходить, и на сцене будет сидеть ансамбль 3 плюс 2. То есть всё это будет проходить вот в одной такой общей картине. Да, ещё должен заметить, что мы заботимся о нашем зрителе, и на спектакле в большом зале максимальное количество зрителей только 120 человек. А мест сколько всего? 765. То есть мы максимально делаем так, чтобы зрителю было комфортно, спокойно, вот за своё здоровье. Мы заботимся тем самым. Мы решили вот именно так вот сделать. То есть это даже не шахматная рассадка? Это даже ещё больше, да. Да, будет рассадка, более будет просторно, вот, чтобы... Но при этом мы позаботились о пространстве сцены для того, чтобы всем было видно, и всё было для каждого ребёнка доступно, независимо от того, где он располагается в зрительном зале. То есть в этом году мы немножко переработали, скажем так, план сцены, декорации, и он будет несколько отличаться от предыдущих лет. И, как заметил Александр Александрович, всё правильно, у нас русский концертный ансамбль будет сидеть на сцене, а не будет спрятан в оркестровой яме, и они станут полноценными участниками действия, будут взаимодействовать вместе с артистами. Оркестровая яма в этом году выполняет функцию проруби. Не рассказывайте все секреты. Я же не говорю, что Емеля будет туда прыгать. Я уже сказал. Кстати, появятся некоторые герои, которые в русской народной сказке, они не предусмотрены. То есть будет видение новых персонажей, героев. В общем-то, зрителю будет интересно. Если он думает, что он знает всю сказку про Емелю до конца, то он ошибается. То есть это немножко такая интерпретированная история. Да, это такая переработка. Я так понимаю, Светлана, вы режиссёр, да? Вы выдумщик всех этих переработок. Мало того, она выдумщик вообще в филармонии, как режиссёр. Не только спектакли, которые у нас проходят, но и других концертов. Ну вот я смотрела на сайте, в афише декабрьской. Я, по-моему, спектакли как раз «Три желания для Емеля» не так много видела. Я просто вот почему сейчас на этом делаю акцент, потому что вы сказали про 120 билетов, да? Да, дело в том, что у нас уже сейчас основное количество ёлок уже выкуплено, грубо говоря, корпоративными клиентами. И вот немножко осталось для города, поэтому спешите покупать. А разрешено, да, выкупать вот эти вот такие новогодние спектакли массово? Или всё-таки нет? Ну, у нас же всё-таки семейный просмотр. Вот, поэтому если родители собрались и решили сходить вот конкретно... С ребёнком. Да, с ребёнком. Ну, почему бы нет? А будут вообще какие-то корпоративные мероприятия филармонии нынче или нет? Потому что сейчас пока как-то непонятно всё. Нет, у нас только идут именно вот концертные мероприятия. То есть, если, допустим, желают посетить какой-то концерт или ёлку... Коллектив. Коллектив, да, пожалуйста, они могут на нас... Они просто стандартно покупают билеты, нет такого. Ну, либо стандартно они могут купить билеты, либо, соответственно, уже ёлку, допустим, заказать под заказ. Ну, грубо говоря. Но их там тоже будут друг от друга держать на расстоянии. Да, определённое количество, безусловно, зрителей. То есть, не больше, но меньше можно, больше нельзя. Какое сложное время, а? Даже ёлок нет. Приспосабливаемся. А, кстати, у филармонии, вот, я не знаю, вам этот вопрос, или всё-таки в администрацию Первомайского района, новогодние вот это вот всё, антураж новогодний, да, когда появится? Атрибутика, ну, вчера, у нас уже появился он вчера, даже позавчера уже ёлка перед филармонией стоит, и она... А уже поставили? Да, уже поставили. Да, уже скоро, конечно. Слушайте, вообще, как в Европе уже в ноябре у нас ёлки появились. Да, заранее готовимся и филармонии в нашем учреждении, буквально вот в первых числах декабря тоже уже появится ёлочка. К вам уже можно ходить гулять и новогодними впечатлениями наполняться потихоньку. И загадывать желания. Загадывать желания, а потом на спектакль. Да. А потом на спектакль. Так, ну что, мы будем играть сначала со слушателями, да, вот прямо сейчас уже начнём озвучивать список призов. Мы ведь всё рассказали, да, что планировали из ближайших каких-то событий. Всё начали. Ну, вот ещё Вовка в 3Д-царстве не рассказывали. Тут какая-то магическое просто число 3, и оно звучит почти в каждом названии. Ну, давайте напомним, просто мы про это рассказываем. Да, Вовка в 3Д-царстве – это спектакль, который пройдёт в Малом Зале Вятской филармонии. В нём примет участие, я сегодня пока ехала на эфир, посчитала 26 персонажей. То есть это достаточно глобально интересно. Постоянная смена действий. В каждой сцене будут появляться новые герои. Будет использован экран. Почему мы говорим 3Д-царство? Один из героев у нас будет полностью работать с экрана и взаимодействовать с живыми артистами. И этот спектакль интерактивный, то есть зал будет принимать участие и, можно даже сказать, в каком-то смысле влиять на ход развития событий. То есть мы обязательно их используем, задействуем, и они будут активно помогать нашим героям, главному герою Вовке. Поэтому такой и эффект 3Д, то есть эффект киношности, потому что мы в этот спектакль совмещаем с кино. У нас специально отсняты кадры для этого спектакля сделанные. То есть это неоткуда-то взято из просторов интернета и слеплено, смонтировано. Это специальная съёмка на зелёном фоне, всё вырезано, профессионально сделано и благополучно вплетено в спектакль. Ну а в преддверии самого такого ожидаемого зимнего месяца декабря, 29 ноября в 11 часов, да, 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 любителям классической музыки, любителям музыки Петра Ильича Чайковского, мы предлагаем сказку «Щелкунчик». Текст будет читать заслуженный артист России Никита Третьяков. Это тоже у вас такая коллаборация с драматическим театром, да? Да, 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 безусловно. Ну, вообще творческие люди, они, так сказать, сочетаются, должны сочетаться, да, поэтому здесь не исключение. И всё равно вот по моему ощущению и по воспоминаниям из детства, но Новый год и «Щелкунчик» это практически уже одно и то же, и все ожидают вот эту прекрасную музыку, которая будет звучать. Поэтому 29 ноября в преддверии декабря мы всех приглашаем на эту прекрасную сказку. Уже установлены ёлкой. Практически, да, перед филармонией. Рано стоит, оно зажигает свои огоньки, поэтому приходите. Да, а будет повтор перед Новым годом, ближе к Новому году «Щелкунчик»? Я вот не помню, у меня сейчас просто афиша не открыта. Повтор не планируется. То есть это единственная возможность посетить, да, в этом году сказку «Щелкунчик». Вот так. Да, Никитушку Викторовичу очень хочется, конечно, посмотреть и послушать, так что один раз можно. Переходим к призам. Так, ну давайте мы вот как сделаем. У нас на самом деле сложная сейчас задача, потому что там вот действительно большое количество пригласительных. Спасибо большое филармонии. Поэтому сначала я озвучиваю то, что приготовлено у нас, потом мы озвучиваем призы филармонии, потом, видимо, идём на рекламу, и после рекламы начинаем задавать вопросы, в том числе музыкальные. Так, ну поехали. Значит, что у нас сегодня в розыгрыше? Пригласительные в театр кукол. Мы тоже там не стоим, да, далеко от вот этой истории с Новым годом, поэтому нам кажется, что семейные какие-то выходы, это очень важно сейчас. На сегодня мы разыгрываем тайны абрикосового дерева, ограничение 6+, начало в 18 часов. И на завтра, 28 ноября в 13.30, все мыши любят сыр, тоже 6+, возрастное ограничение. Также мы разыгрываем два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Дружба». Книги от магазина «Читай город», за что ему большое спасибо, Евгений Бабушкин, «Пьяные птицы, весёлые волки». Книга состоит из сказок, пьес, притч, азбука о современных людях, чудаковатых, потерянных, одиноких. Ну, фактически о каждом из нас 18+. Татьяна Москвина, Бабаза, Ру. Проза о женщинах, которые рулят. Если вы любите мудрые житейские истории, если вас привлекает хороший юмор и крепкий слог, то эта книга для вас как загадочно. 18+. Давай и второго тоже анонсируй. Хорошо. Андрей Ткачёв. «Таинство чтения. Как книги делают нас значимыми людьми». Протоиерей Андрей Ткачёв с присущей ему страстностью. Хм, интересно. Убеждает читателей в том, что чтение – единственный путь к настоящему знанию. Ограничение 16+. Ну и ещё одна книга Пётр Олешковский «Секретики». Это книга о детстве и юности, о взрослении, которое пришлось на 60-70-е годы прошлого века. Московские дворы, советская школа, джинсы, пластинки, битлз. Очень много всего. 16+. Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай город» по адресам Пареображенская, 65, торговый центр «Театро» и Ленина, 103А, торговый центр «Крым». Вот, подобрались к пригласительным в Вятскую филармонию. Да, Вятская филармония, пригласительный на арт-группу «Хорус Квартет» на 1 декабря 2020 год в Большом зале. Также приглашение на концерт лучшей песни о любви с участием Галины Савиной. Это будет в Малом зале. Также приглашение на две персоны на сказку «Вовка в 3D царстве», на сказку «Три желания для Емели» и «Маленькая ночная серенада». Поэтому ждём вопросы оповедителей. Какое у нас огромное количество пригласителей. Так, это столько вопросов надо было задать, да? Да, сколько успеем. Сегодня все вопросы на меня. Ничего, 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 ничего. Мы тоже готовились, если что, мы подхватим. У нас тоже вопросы есть, чтобы могли отдохнуть немножечко, может быть. Перерыв у нас сейчас, реклама. Культ поход. Вятская филармония у нас в гостях. Александр Гаврилин, Светлана Лаптева, Алексей Абашев. Это значит, что сегодня будет музыка. Мы озвучили уже список призов на сегодняшний розыгрыш. Номер телефона 211-101. И подбираемся напрямую к вопросам. Вопросы сегодня будут музыкальные, как сказал нам Алексей Абашев, руководитель концертного ансамбля «Три плюс два». Да, совершенно верно. Мы поиграем немножко в «Года мелодию». И предисловие всё-таки своих вопросов, потому что музыка немножко будет достаточно простая такая. Я объясню, почему сказка «Три желания для имели» — это для нас, для нашего коллектива первый опыт, когда мы всё действие будем находиться на сцене, и полностью заполнение сказки будет живой звук. То есть это не только даже вертюра, песни, аккомпанемент, это даже заполнение музыкально каких-то мизансцен, каких-то небольших сценических построений. И тут надо было вот что-то прям придумывать. Есть, конечно, оригинальная музыка. Её для нашего ансамбля переложил замечательный преподаватель колледжа музыкального искусства Никазинина Станислав Хусаинов. Ну, а как раз вот такие небольшие мизансцены подбирал на слух я музыку, где-то чтобы вот на ассоциациях поиграть, и не только у детей, даже у взрослого зрителя. Причём даже при всей простоте, кажущейся этой музыке, мне пришлось поковыряться на самом деле. И я сейчас-то отдуваться буду за весь ансамбль, потому что расписываю я на него, сейчас я попробую всё это уложить. И сразу вопрос мы такой зададим, да, вот связано с компьютерными играми, конечно же. Мы немножко это оформили тоже музыкально, сейчас я наиграю мелодию, и было бы интересно, отгадает ли зритель, откуда эта мелодия. А если прям композитора даже назовут, потому что я тоже композитора вот очень долго искал, выискивал в интернете, он есть. Будет бонус от филармонии. Да, он есть, композитор, сразу скажу, он японец, поэтому там сложное будет имя и фамилия, но может быть действительно кто-то знает, кстати. Откуда, то есть, значит, основной наш вопрос это откуда музыка? Откуда музыка, а если композитор, может сразу даже два бонуса. Откуда имеется в виду, из какой игры, наверное, да? Да, да. Из игры? Из игры, да. Из игры, из какой игры. И если автора назовут, то будет прекрасно. Одна из игр, которые играл Емель. Музыка, кстати, интересная, достаточно даже такая сложная для трёх аккордов, но мы попробуем сейчас. Давайте попытаемся. Ой. Вот такая штука. Ой, все задумались. А мы будем давать варианты. Я могу сыграть ещё одну композицию, она оттуда же. Я думаю, что да, сразу же определят. Ну, имеется в виду, к той же корпорации компьютерной относится эта музыка, так что сразу все определят. Есть звонок? Отлично, есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Может быть, это Марио? Это честно? Да, конечно, конечно. Да. Поздравляем вас. Итак, какой приз вы хотели бы получить? А скажите, а вот этот Емеля, он когда будет, во сколько? Так, на Емелю мы разыгрываем билет пригласительный на 21 декабря. 18.00 начало. А день недели выходные? Ой, 21 надо посмотреть, конечно, да. Сейчас мы в календарик заглянем, что это у нас будет за день недели. Нет, 21 это понедельник, судя по всему. А, тогда можно книжку, там сказки, былины, вот эти вот, что вы говорите, про сказки. Про сказки и былины? Нет, у нас не было про сказки. Сказки, притчи былины. А, Евгений Бабушкин, все понятно, да. Хорошо, Наталья, книжечка за вами, вы, пожалуйста, трубку не кладите, вам расскажут, как ее забрать, но она у нас в редакции. Так, все, Наталью мы отпускаем с призом. Следующий вопрос тоже будет музыкальный? Давайте попробуем. Ну да, получился самый легкий вопрос. То есть, вот этот первый, это был самый легкий, да? Ну, наверное, да. Нет, сейчас будет, кстати, тоже легкий вопрос. У нас вообще получают сказки, это для взрослых, кстати, потому что и вот все эти ассоциации, музыка, это связано как раз, наверное, с нашим поколением, даже кто постарше. Я небольшой спойлер даже такой сделаю. Там есть момент, где Снегурочка переодевается, как-то преображается. Царица переодевается. Царица даже, да. Да, и, конечно же, вот такая музыка тоже очень хорошо подошла. Так, подождите, это тоже компьютерные игры? Нет, это уже не игры, это уже действия определенные, да, и оно тоже сопровождается музыкально. Ну, я тоже думаю, что сразу мелодия, конечно, знакомая, все ее узнают, но вот автора. Вот здесь надо назвать автора. То есть здесь не откуда, а именно автор важно, да? Причем автор, он и музыки, и текст этот человек, но он действовал совместно еще с одним человеком. Ну, если назовут просто основного автора, то это уже будет достаточно. А варианты будем давать или нет у нас таких подсказок? Давайте мы все-таки на меланах это прямо тогда проверим. Давайте попробуем сначала, да. Попробуем угадать. Попробуем угадать. Прекрасно. Я думаю, откуда, все сразу догадаются, да? Ну, вот сейчас узнаем. А я вот не догадалась. Композитор. То есть я понимаю, что знакомый, но вот... Есть звоночек у нас уже. Языки, но не угадаю сразу. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег? Это Рой Робисон. Отлично, да, совершенно правильно. А совместно с кем, может быть, еще подскажете, если... Партнер по созданию песни. Я, правда, не знаю, что именно текст или музыка, но был. Не вспомните, Олег? Ну, вы уже молодец. Вы уже пресс-межевая. УДС. Из какого фильма я помню? Из «Красотки», да? Да-да-да, конечно. Отлично. Мы вас поздравляем. Какой пресс вы хотели бы получить? Если можно, книжку. Какую? К сожалению, я прослушал. Смотрите, значит, Олег, очень быстро. Татьяна Москвина. «Баба за ру» – это женские истории, а женщины их за рулем. Андрей Ткачев. «Протоиерей. Таинство чтения. Как книги делают нас значимыми людьми». И Петр Олешковский. «Секретики». Книга «О детстве и юности. 60-70-е годы прошлого века». «Московские дворы», «Джинсы», «Битлз». Ну, Олешковский. Какую книжку вы хотели бы, Олег? Олешковского. Олешковского. Поздравляем вас. Хорошо. Не кладите трубочку, он расскажет, как можно забрать пресс. Олег знает, да. Спасибо. Олегу Большому, кстати, с этой книжечкой будет связан мой вопрос. Я могу сейчас его задать. Или мы поиграем ещё. Лучше бы поиграть, конечно. А давай, раз об этой книжке была речь, ты задашь свой вопрос. А, я задам свой вопрос. Ну, хорошо, давай я задам свой вопрос. Ну, значит, книга Петра Олешковского называется «Секретики». Она не просто так называется. В ней описано, ну, как бы вот это вот название, это ассоциация, понятно, да, то явление, которое в нашем детстве было довольно распространено. Не знаю, там было ли это распространено в детстве Гулинары. Было, да. Конечно, конечно. Фантики, подстёкушка, закопать. Прости. Да, Гуля. Ну, ладно. Мы будем надеяться, что сейчас никто не слышал, да, что сказала Гуля. А давай мы к другому вопросу перейдём, раз уж так получилось. Сразу музыкальный, да? Хорошо? Сразу музыкальный. Тем более времени уже не так много осталось. Ну, хорошо, давайте сразу. Давайте. Давайте, я всё-таки не терпится уже проявить мастерство и сыграть что-то более развернутое. Тогда вопрос уже, мы немножко отойдём от предстоящих концертов. Я сейчас просто сыграю произведение, которое является визитной карточкой нашего ансамбля. Это одно из первых произведений, которое мы выучили. Единственное, которое мы играем наизусть, потому что в основном мы играем по нотам. Мы же профессионалы. Значит, произведение, которое я исполню, оно, конечно, тоже известно, и название его сразу определят. Вопрос будет не в этом, а вопрос будет в том, как звали, зовут исполнительницу этой песни, которая я исполнила именно в мае 45-го года на развалинах Рейхстага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Алексей. Да, и у нас уже есть ответ. У нас уже есть слушательный номер телефона. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Константин. Да, Константин. Во-первых, благодарю за биртуозное исполнение мелодии Валенки, Русланова, Лидия. Да, совершенно верно, конечно. Это правильный ответ. Мы вас поздравляем. Причём именно после её исполнения песня стала русской народной, потому что, как первоисточник, эта песня является цыганской народной. Но вот когда в репертуаре уже появилась Лидия Русланова, она стала всенародно любимой и стали назвать её русской народной уже в песне. Спасибо, Алексей, да, за экскурс такой. Константин. Константин, какой приз вы выбираете? Я напоминаю... Ткачёв. Ага, вы книгу забираете. Книгу. Хорошо. Андрей Ткачёв уходит к Константину. Так, у нас есть ещё минутка. Даже полторы минутки надо, чтобы задать вопрос. Ещё полторы минутки надо, чтобы попробовать угадать. Есть ещё вопрос? Так, ну, давайте снова тогда к сказке вернёмся. Давайте вернёмся к сказке. Очень короткий. Нет, я на самом деле могу вопрос-то свой про книжку Орле Шковского сейчас задать. Я думаю, что там уже все забыли. Забыли, да. Ну, как хочешь. Ну, хорошо. Вот вопрос, собственно говоря, секретики. Что это такое? Ну, сейчас там просто Мария объясняет, да, слушателю Константину, как забрать книгу, я думаю. Вот. Секретики. Что это такое? Что это за книга? Подождём. Про что она? Про какое такое явление из нашей жизни, из нашего детства? Как это выглядело? Я могу даже сказать, что мои друзья делали спектакль об этом явлении. Да, но, правда, это в Москве было. И вот эта форма, не знаю, игры, как назвать, чтобы не проболтаться? Я даже не знаю, что это. Она была вложена в спектакль. Причём вот удивительная история, это было везде, это было в Кирове, это, мне кажется, было распространено по всей стране. Было ли это распространено в других странах, я не знаю. Может быть, вот есть даже работы какие-то научные, посвящённые этому явлению, потому что это, правда, такое знаковое. Добрый день. Добрый день, меня зовут Ирина. Да, Ирина. Я из Советского Союза, и поэтому знаю, что такое секретики. Выкапываешь ямочку, кладёшь в своё лучшее украшение, закрываешь зеркальце или стеклянной досочкой и засыпаешь. Это мой секретик, я его никому не расскажу. Отлично. Показывали же эти секретики, да, то есть вводили туда лучших друзей. Только лучших друзей, и то не всегда. Ага. Ну вот у нас, я не знаю, вот вы говорите про украшения, у нас-то было не только украшение. Ну там фантики, фантики клали. Цветочки, да. Да, цветочки. Ракушки, бусинки. Отлично. Замечательный ответ, спасибо вам за него большое. Какой вы приз хотели бы получить? У вас два билета в дружбу, давайте я заберу сегодня. Хорошо, Ирина, за вами. Хорошо, поздравляем вас. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Так, ну вот, пришло время прощаться уже. Да, спасибо большое, дорогие зрители, мы приглашаем вас на наши концерты Весской государственной филармонии, будем рады видеть вас в ближайшие выходные, ну и, конечно же, новогодние мероприятия не за горами, следите за афишами, особенно в наших социальных сетях. Последняя информация всегда будет проходить именно там, поэтому приглашаем к нам в гости. Спасибо. Александр Гаврилин, Светлана Лаптева, Алексей Абашев сегодня были в нашей студии. Программа «Культ поход» на этом завершается. Всем до свидания. До свидания. Культ поход